Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1139. События дня. Иов 31.33. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери. Вот какое, за 28 января 2019 года. А сейчас всякую подлость натворит человек, даже мирские этого не делают, и лезет поучать. Разбратник учит, как семью сохранить. Убийца учит, как правильно мирно жить. То есть совершенно бессовестные люди пошли. А Ив, вот как говорю, знал бы, да я бы еще вылезть-то где? Тут бы любой меня заткнул в рот. Чего ты лезешь-то? Кого учишь-то? А это так. Священники, на совести которого уже сотни тысяч убитых людей, которых не крестил. И он и начинает учить. Объявление у нас данное. Сестра умерла. Муж глухонемой. Четверо детей. Вот, посчитайте. Вот, четыре ролика про это есть. Ролики, название такое. Ну и вот ответ, где можно помощь оказать. Галина загуляем. Так, спасибо, Христос. Мне очень нравится оформление. Просто чудесно. Вы мастер-класс. Это я пишу для Сергея, который мою переписку с Сергеем Козловым вот так переделывает Сергея Тушенко. Он мне раз помогал очень хорошо и разбить по отдельной житиям. Много у меня помощников, столько новых появилось. Я только сделал вот это, скопировал из моего мира. Да, вот такие вот уже четыре ролика. Четыре. Ну, еще будет, может быть, четыре. Тем более, есть скайпа еще. Нашу переписку с Сергеем Козловым, который умер. А Сергей Тушенко и пишет. Во славу Иисуса Христа. И дальше он интересно пишет. В переписке очень много личных данных. Ваших и людей, участвовавших в ней. Их можно использовать в самых корыстных целях. Я их прячу за буквами. Но вам бы хотел порекомендовать. Не выставлять такую информацию в открытый доступ. Она и была в личной переписке. То я некогда считать. Я ее просто скопировал, дал ему. Он увидел и сам принял такие меры. Видите, как добросовест. Они шаблонно работают. Молодец. Я пишу. И это вы хорошо сделали. Благодарю. С поклоном. И вдруг сегодня пишет Раймондс. Интересно, как. Я ночью тут стою раньше. В 2 часа сегодня ночи. Я уже за компьютером. В 2 часа ночи. Ну, а как 3 часа будет с чем-то. Затопляю печь что-то. Чтобы когда в 4.40 все проснутся. Хоть маленько тепло было. Я глянул тут по некоторым словам. Буквы как расположены. А ничего прочитать-то не могу. Я не вижу. Ну, я понял, что на испанском языке, очевидно. И зарядил систему переводчика в Яндексе с испанского на русский. И она первый раз выдала. Что-то задержала дольше, чем обычно. Обычно 1-2 секунды уже выдает. И гляжу, отдает синхронно один к одному. Я тогда, ну, у меня лупа большая. Увеличительно. Гляжу, так это по-русски написано латинскими буквами. Ну, вот ты оскоромился как. Ну, ладно, я тогда читаю. Что такое Реймондс? Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Меня зовут Реймонд. Мне 59 лет. Я из Латвии. Но в настоящее время живу и работаю в Англии. Уже каких-то 3 месяца назад Главное, какие я подробности. Люблю до чего вот это вот. А то некоторые. Я покаялся в тюрьме. Вот пишут там, пиар-кар или как, кто были-то. Никогда не напишут, кто он. Сидит много лет. Убийца там или кто. Уже каких-то 3 месяца как я подсел в кавычках на ваш ютуб-канал, а также ваш православный сайт. Словами не могу объяснить, как я благодарен Господу Богу, что я нечаянно, как мне казалось-то, наткнулся на один из ваших видеороликов. Теперь всё от работы в свободное время смотрю и слушаю ваши проповеди, слушаю аудио вашей книги. Я вам очень благодарен, да благословит вас Бог. Пишу вам потому, что очень хотел бы, если это возможно-то, приобрести ваши книги. Новый завет с толкованием, три томата, и открытым оком. Если это возможно, дайте мне знать, пожалуйста, что мне надо для этого сделать. Как я понял, книги вы отсылаете по почте. Перед тем, перед этим, я должен вам перечислить денежный перевод за стоимость книг и почтовый перевод, то, что за почту. Можно на латвийский адрес или английский. Я каждые приблизительно два месяца еду домой на пару недель в Латвии. Никогда по почте ничего не получал и нет, оправлял. Так что, не в курсе, как лучше и выгоднее. Простите, что я отнимаю у вас время таким длинным СМС. может быть, какой-то иной путь есть, как заказать ваши книги. Не через скайп. Я решил вам написать здесь, в скайпе. Хочу еще добавить от себя, что я не православный. Я, как и большинство латышей на западной части Латвии, это Курземе, лютеранин и в детстве был крещен. Моя мама умерла четыре года назад. Под старость лет была членом секты пятидесятников, церкви пятидесятников. Вассар Светку Драузе. Я еще я еще буквы не нашелся. По воскресеньям отвозил на машине на богослужение, познакомился со священником, это он считает неправильно, подружились, и я тоже стал членом этой церкви, крестился с трехразовым погружением. Но надо признаться, я все это время был такой, как бы сказать, на одной ноге в миру. С тех пор, как я узнал о вас, стал вникать, слушать. я прихожу к выводу, что это и есть то, к чему сердце зовет. Я имею в виду православие, как вы толкуете. Да, благословит вас Бог, Игнатий Тихонович, понял, получил ваш ответ. Ну, а тут буквы славянские, поэтому я, чтобы не ошибиться, помедленнее считал. Ну, день прошел, что все занимался, ролики, которые оставил после себя, беседы со всеми, Сергей Георгиевич Козлов. Вчера закончил перекачивать, я перекачал их себе, кажется, 215 роликов, а я раньше считал 400, а там просто псалтырные, псалтырные ролики, ну, и другое есть, 215, еще какие-то есть у меня тут, неоприходанное, и поэтому сегодня я так активно, быстро, много выставляю, мало ли что будет, ну, кому надо, сегодня за раз не посмотреть, это большой материал, ну, я поставил где-то 16 роликов с утра, это много, ну, вот так, один дома, мои обязанности простые, что накажет мне Володя пойдет, то я и делаю, значит, накормить, слазить голубей, перед окном кормушка воробьев, жуланов, кошек, у меня голуби в комнате, чтобы выпустить кошек, всех троих надо спрятать под пол, ну, вот этим занимаюсь, два раза в день выпуская голубей, это время идет, ну, и семикратно в день помолиться, семикратно, это три святоя и сто поклонов, три святоя, сто поклонов, не меньше семи раз, чтобы помолиться, а тут уже вечер, а если занятия есть, то уже к шести надо все, чтобы готово было, батюшка звонил, что-то там где-то надо узнать про архиерея, как он обещался и куда-то уехал, Виктор Андреевич пришел, там в алтаре что-то надо им сделать, что-то где-то шкукатурка когда-то отлетела, не обращали внимания, а тут архиерей приедет, митрополит, батюшке 40 лет в священном сане 4 февраля, ну, а 3 воскресенье как раз совпадает все, ну, и накупили новые скатерти, большие там блестящие сосуды, там, из чего поесть архиерею, все новое покупают, вот это да, не ожидал я такого, ну, со стороны так наблюдаю, вот на этом можно сказать, сегодня считая показа наших ресурсов, вот, это вот, мой мир, это уже на почте прям непосредственно, дальше ленточный наш православный форум, 1600 тем, вот видеоканал, большой канал, от этого можно утонуть, сейчас посмотрим, обновим, сколько же у них тут, видите, все, я про Сергея Козлова, про Сергея, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять роликов, только про Сергея, ролики, так, благословен Господь, вот кто-то звонит уже, Сергей Ушков, он то ли не знает, когда звонить надо, и на этом все, дальше наш православный библейский сайт, Богу слава во веки, аминь.